Палатка, костер и хорошее настроение. Но варенгойские подростки вышли на ежегодный турслет. В течение двух дней учащиеся 16 школ города будут соревноваться друг с другом. Сегодня они уже приняли участие в спортивном ориентировании и прошли эстафету на велосипедах. Состязания завершились обедом, приготовленным на костре. Подробности далее. С самого утра подростки на свежем воздухе. Для начала необходимо подготовить спальное место, а уже потом переходить к развлекательной части. Поэтому они установили палатки и разожгли костер. А сразу после этого начали готовиться к полосе препятствий. Распределите свои силы так, чтобы вам хватило до финиша. Обязательно смотрите по времени. 40 минут. Если вы проштрафите, будет дополнительное время штрафа. Ясно? И не забудьте степлировать эти ваши. Ясно? Ну все. Всем удачи. Хороший турист должен уметь ориентироваться на местности. Подросткам выдают карты с маршрутом. По ним необходимо разыскать контрольные точки. Их 15. Найти все сможет только самый опытный путешественник. А задача новичков не только выполнить задание, но и постараться не заблудиться. Сейчас же телефоны. Позвонили, сказали, даже если заблудился, мы за ним съездили и нашли, какой последний пункт он, например, взял. Мы знаем, где он находится. И, соответственно, в этой местности ищем. Были случаи, но быстро находим. Здесь, в принципе, площадь, можно сказать, огорожена. С одной стороны полностью река идет, с другой стороны железная дорога. Ну и там как бы болотистая местность, кусты. И, как правило, я туда далеко не ставлю контрольные пункты. Они туда не ходят далеко. На выполнение задания не больше 40 минут. За каждую дополнительную минуту у участника снимают баллы. Необходимо быть максимально внимательным, успевать контролировать время, искать контрольные точки и не сбавлять темп. Мы готовились очень часто, потому что мы приезжали сюда где-то 5 раз. Мы готовились каждый раз. И хоть дождь идет, хоть снег, мы все равно бегали, искали вот эти вот пункты. И нам давали карту, вот примерно где будет стоять фишка. И мы бегали, искали всей командой. Фишки прячут, например, у вас карта будет, вы бежите по прямой, если там вот фишка стоит. И они могут прятать за деревья, могут под кусты, чтобы специально не будет видно. Самое сложное, наверное, рассчитать время. И надо давать к моменту то, что ты знаешь, где находится кпшка, ну то есть поориентируешься, и думаешь, смогу ли я прибежать вовремя или нет. Иногда бывает такое, что люди бегут, а обратно уже не успевают. Но самое важное – это рассчитать время. Пока подростки соревнуются, взрослые готовят пищу. В котелке уже кипит вода, а повар чистит картошку. На обед будет суп с дымком. Картошка, тушенка – это традиционные продукты, из которых варят обычно суп на природе. Ну, на ужин гречневая каша у нас уже как бы сложилась, поэтому мы так и делаем. Спортсменов надо кормить, чтобы у них были силы бегать. После обеда подростки вновь отправились на соревнования, покоряли тундру на велосипедах, а вечером продолжили песни под гитару «Костро». Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».